10 класса, Булавина Яна, Устафьева Яна. Геннадий Иванович Немельской, русский адмирал, исследователь земляного востока, основатель города Николаевска на Амуре и руководитель экспедиции, и руководитель на мусс-экспедиции. Геннадий Иванович Немельской родился 23 ноября 1813 года в семье потомственных мереходов. С детства он увлекался морями и знал, что пойдет по стопам своих коллектов. Поступил в морской корпус, где директором был великий путешественник Иван Федорович Кузенчтерн. Во время всей своей славной деятельности, с самой жизнью до самой смерти, Немельской встречался лишь с холодным, даже можно сказать с рожденным отношением со стороны правительственных кругов. Когда ему было 46 лет, он был полон силы и энергии. Высокий чиновник Иванович Кресло, членом Ворского технического комитета. С 1836 по 1846 год Немельской на разных суднах исходил в Балтийское, Северное и Средиземное моря. И также стал опытным моряком. Он пользовался особым уважением среди товарищей, и никто не сомневался, что он будет достойным вести корабль в далекие плавания. Но также никто не мог понять, почему он отказывался от звания старшего офицера на фиганте «Паллада», который готов был к любосветному плаванию. А Немельской попросился на маленькое капотажное судно, которое готово к отпрытию в Охотское море, что и увлекло к Охотскому морю, ведь оно было почти все исследовано. Сахалин в то время значился полуостров, а вход в Омун со стороны моря считался почти невозможным. Географические представления о довольно-восточном крае считались незыбными, но Немельской оказался единственным человеком, кто на необъятной карте России увидел то самое белое пятно, ту географическую загадку, о которой мечтал еще в морском корпусе. Капитана-лейтенанта Немельского ожидала блестящая карьера на Балтике, но он на 8 лет связал свою судьбу с Дальним Востоком. В конце февраля 1847 года был подписан приказ о назначении его командира транспорта Байкал с целью транспортировки груза для Петропавловска и Охотска. Выйдя с Кронштадтского рейда 12 мая 1849 года Байкал вошел в Петропавловскую гавань и сократил свой путь на три месяца. Этот период Геннадий Иванович Немельской использовал для исследования устья Амура и Сахалина. Им были обнаружены два глубоких траватора в лимане Амура и пролив между Сахалином и Мастерюком. В ходе экспедиции опытным мореплавателям был сделан ряд важнейших открытий. Перевел доказательство, что Сахалин это остров, а не Болостров, как считалось ранее. Он заставил самые тщательные описания северной земли Сахалина, Сахалинского залива и устья Амура и установил, что Амур является крупной водной артерией для прохождения крупных кораблей. О своих открытиях он рассказал о генерал-корбинарной восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева, получив полномочия невеской основой первой русской оселения вблизи Амура, Петропавловской земелью. Несмотря на приказ правительства не касаться берегов устья Амура, он с 13 августа 1850 года поднимает английский флаг в реке устья Амура в честь основания новой селения Николаевского, города Николаевска на Амуре. Основание Николаевского поста имело большое международное значение. Без каких-либо военных операций, мирным путем, огромнейшая территория при Амуре, при Море и Сахалина фактически была закреплена за Российской империей. «Сделан невеским пуск открытия, писал Муравьев, неоценимой для России. Это заставляет назвать заполагательно приступить к занятию устья Амура, или она с юга должна быть занята другими». Николай I назвал поступок невеской молодецким и вручил ему орден Владимира IV степени. А позднее заявил, где раз поднят русский флаг, он же спускаться не должен. Летом 1850 года Муравьев был высочайшим повелением, назначенным начальником Амурской экспедиции для дальнейшего исследования этого края. Но уже были подобные экспедиции, в которых активно участие принимали его помощники, и они внесли весьма ощутимые результаты. А Муравьевской вновь был обвинен в самовольных действиях. Что бы он ни сделал, какую бы пользу ни приносил России, его поступки или недооценивали, или еще что хуже, приписывали другим. Так долгое время считалось, что открытие пролива между Сахалином и Матеряком, а также усть Амура принадлежит губернатору Муравьеву. И хотя его заслуги в освоении при Амуре тоже очень существенны, но Невицкой в этом отношении все-таки истинный первый открыватель. Благодаря Невицкому Россия раз и навсегда закрепилась на Тихоокеанском побережье. Во многих городах нашей страны, и, конечно, прежде всего, в восточной части, установлены памятники об этом выдающемся человеке. А в 1987 году был снят художественный фильм «Залив счастья» о Диназии Ивановича Невицком. Светлая память об этом замечательном и преимущественном человеке и заветно преданном своего долгу перед Родиной будет всегда жить в сердцах благородных родиноков. Спасибо за внимание.